Друзья, всех приветствую! На экзегет пришел очередной вопрос Чему быть, того не миновать Можно ли изменить судьбу? Да, друзья мои, конечно Дело все в том, что в книге пророка Ионы мы читаем И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел То есть очевидно, что если мы как-то живем плохо, то Господь будет пытаться нас вразумлять И если мы, воля же у нас есть, как-то сами остановимся То и Господу Богу не нужно будет нас вразумлять лишний раз То есть если кто-то думает, что Господь Бог буквально написал нашу судьбу И все запрограммировано То есть если я родился и, например, сейчас возьму вот эти бумажки и брошу их вверх И скажу, ребят, я не мог сделать по-другому, потому что Богом так было предопределено То это будет ошибка Кстати, вот фатализм, а те люди, которые считают, что все предопределено Это называется фатализм Он обычно заканчивается, когда это касается лично самого человека Фаталиста То есть если человек считает, что все предопределено То я, например, могу взять топорик, подойти к нему и сказать Друг, сейчас я топорик тебе в лоб воткну Но я не буду в этом виноват Это потому что Господь все устроил Я не могу, у меня нет свободной воли Конечно, в этот момент любой фаталист скажет Нет, 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 у тебя есть свобода выбора Ты, конечно, можешь не втыкать топорик в мой чудесный православный лоб Поэтому, дорогие друзья, у нас есть свобода выбора Мы именно сами выбираем тот путь, по которому идем А вот в чем заключается предопределение Божие В том, что Господь всем нам желает блага То есть воля Божия в том, чтобы мы все спаслись Все оказались в царстве Божьем Все блаженствовали И Господь все делал для того, чтобы это случилось Но у нас есть свобода от этого отказаться Одно осталось только обсудить Это как сочетается абсолют ведение Божие То, что Господь знает абсолютно все С нашей свободной волей Как сочетать то, что Господь уже знает Как мы будем реализовывать свой свободный выбор С нашей свободной волей Ответа на этот вопрос нету Это и правда так Нужно помнить, что Господь Бог непостижим Бог непостижим И мы не можем представить себе, что такое абсолют ведение То, что Господь знает абсолютно все Но на маленьком примере частично понять это можно Например, живут добрые, хорошие родители Они ожидают ребенка Ребенок еще не родился Еще никаких выборов не сделал Но родители Они ставят защиту на розетку Ставят защиту на окна Потому что живут, например, на 15 этаже Они убирают лекарства в самый дальний ящик наверху Для чего это делается? Для того, чтобы ребеночек себя не убил Чтобы не отравился лекарствами То есть родители предопределяют жизнь ребенка Ко благу Означает ли это, что ребенок будет лишен свободы выбора? Нет, не означает Если ребенок, конечно, захочет, убийца Особенно если он подрастет Он сможет это сделать Но родители со своей стороны Используя те знания, которые у них есть Они пытаются его от этого спасти Ну, а так как Господь знает абсолютно все То он пытается до самого конца До самой последней минуточки нашей жизни Обращать нас ко благу Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok